Путь в 20 тысяч километров для нашей землячки-путешественницы Кати Кондрашовой завершен. За ее путешествием вы могли следить на нашем канале. О впечатлениях и эмоциях, испытанных во время дикой поездки, мы можем узнать прямо сейчас. Здравствуй, Катя! Привет! Катя, расскажи, как тебе пришла в голову эта идея? Почему дикая поездка? Ну, расскажи о своих впечатлениях. В общем, я училась на шестом курсе в магистратуре в Питере. И у нас такой кризис случился у всех моих, у меня и у моих ровесников, что непонятно, мы хотим вообще заниматься тем делом, на кого мы учимся, кем мы работаем, вообще что делать в этой жизни, неясно. И я решила, что надо сейчас действовать и сделать то, чем я буду гордиться потом долго. Вот, решила отправиться в поездку одна на шесть месяцев в Азию. Вернее, я планировала изначально на семь, но как бы так вышло, что там дорога сама меня вывела на шесть и привела домой. Почему дикая поездка? Ну, просто я люблю исполнителя одного коржа. Или мне не могу, это смешно. Вот, и у него есть песня «Горы по колено», которая меня вдохновила. И там есть как раз фраза «дикая поездка». И как-то у меня вот само оно сошлось, что я назвала свою поездку так. Расскажи, какие страны, какие города ты посетила в течение всего путешествия? В общем, я посетила семь стран и где-то 40-45 городов в этих странах. Больше всего я проехалась по Малайзии, там, наверное, порядка 15 городов я посетила. Но еще помимо городов там были села, какие-то национальные объекты, как вулканы, чайные плантации. Поэтому иногда это нельзя считать как отдельную такую локацию, как город. Что тебя впечатлило больше всего в поездке, а что наоборот разочаровало? Впечатлила больше всего доброта людей, которые мне встречались, которые просто знакомились со мной, узнавали, что я путешествую, брали меня за руку и вели куда-нибудь показывать свой город, угощать местной едой. Причем я вообще никогда не просила, не спрашивала даже. У меня появилась идея, что «О, как круто, я бы хотела попробовать что-то». А меня брали и вели. Вот так было как раз одно из таких ярких воспоминаний. Это рыболовное судно в Малайзии. Я просто сидела на пляже, ко мне подошел мужчина такой, говорит, пойдем поболтаем. Я говорю, ну пойдем. Сидим, разговариваем, он говорит, что он рыбак в Малайзии, у него свое судно, там команда 10 человек. Я сижу, такой, блин, как круто, хочется, ну, хотелось бы увидеть, как это. Он такой, хочешь попробовать? Я говорю, конечно, хочу. Он такой, все, пошли. Мы сели на скутер, доехали до этой лодки, получается, забрались на палубу и отправились в море на 6 часов. Вся команда меня отлично приняла, хотя они не разговаривали по-английски, они мне все показывали, рассказывали, угостили едой. Это было одно из таких ярких приключений. Хотя, в принципе, приключения какие-то случались каждый день, то есть нельзя что-то выделить. Если раскладывать вообще рассказы про каждый день, всегда было что-то такое волшебное, нереальное, поэтому впечатлений было много, и вот они вспоминаются как-то по ходу рассказа обычно. А негативное было что-то? Да, была одна негативная ситуация, такая самая яркая. Нас ограбили, я какое-то время путешествовала с девочкой, тоже с Питера. Мы сидели на лавочке, она зарабатывает на улицах, играя музыку, вот, и после очередного ее музыкального вечера мы сидели на лавочке, общались, не виделись 4 дня, рассказывали про впечатления, что кто делал. Между нами стояла сумка с колонкой, с деньгами и с документами, вот, и зашел какой-то парень, посмотрел нам в глаза и прям резко выхватил сумку, побежал, я успела схватить сумку, перевернуть ее, начали разлетаться деньги, выпали документы, я побежала за ним, но не знала, что делать, потому что непонятно, можно было еще больше как бы огрести. Вот, он сел к другу на скутер, они уехали, а моя подружка так и сидела на лавочке, она ничего не поняла, что произошло. Вот, это была такая эмоционально сильная ситуация, потому что мы реально испугались, и не было понятно, вообще ничто не предвещало, то есть мы спокойно сидели, разговаривали, как-то расслабились первый раз за всю поездку, вот настолько мы как-то сидели, вообще ни о чем не думая, и тут такое случилось. А так обычно никогда ничего такого негативного не было. Скажи, ты же училась в Питере, правильно? Ну, получается, ты уже побывала, росла в Балакова, побывала в Петербурге. Какие у тебя впечатления остались от Азии, ну, в плане благоустройства, в плане дорог, какой-то социальной сферы, и как это ты оцениваешь по сравнению с Балакова? У меня есть один такой большой, как сказать, пунктик, не знаю, в общем, когда я возвращалась уже домой, я думала, что надо завершать поездку красиво, автостопом, въехать в Балакова, вот, я не сказала родителям, что я уже скоро приеду, и думаю, ну, ладно, там от Уральска доехать всего 300 километров, это всего пару часов. Ну, в общем, единственный раз за все время я встряла, как бы, это была Саратовская область из-за наших дорог, потому что там дорога от Ершова до Балакова, там не ездит транспорт, особенно зимой, потому что там нет ни дороги, ни людей, ни машин, ничего, вот, и в 70 километрах от дома я осталась совсем одна, уже наступила темнота, и я такая, я не могу добраться, а вроде вот всего-то ничего. Я позвонила друзьям, они, конечно, приехали, меня спасли, но вот эти 70 километров они ехали 2,5 часа, но таких плохих дорог не было нигде, вот, были, был кусочек в Лаосе, я ехала, причем Лаос это реально бедная страна, прям, она одна из таких худших стран Юго-Восточной Азии, и я там тоже, когда ехала, думала о том, что вот, похоже на наши дороги, да, но и то там было их немного, ну, тоже отрезок такой, там, километров, наверное, 30, а все остальное было идеально, вообще в Таиланде крутые дороги, и вообще, из-за того, что страны вроде как позже развивающиеся, у них сразу все грамотно делают, у них крутые автобусы, у них везде есть Wi-Fi, в принципе, везде есть удобство, ну, как бы, согласно тому, к чему они привыкли. Вот сейчас, приехав домой, конечно, я очень рада, что у нас есть горячая вода, что там можно в любой момент нормально сходить, там, в туалет, у тебя есть кухня в доме, потому что не везде такое было, но вот какие-то вещи, то есть я думала, что я поеду в Юго-Восточную Азию, я буду там выживать, это будет реально дикая поездка, ну, на самом деле, я прям была очень удивлена, насколько там все очень круто сделано, особенно вот Таиланд, Малайзия, это прям очень классные страны. Вопрос такой, ты чаще ночевала в хостелах, в отелях или в палатках, как это было? Где-то из 183 дней я провела 29, по-моему, или 24, ну, что-то такое, 24-29 ночей в палатке, это были обычно либо кемпинги на берегу моря или океана, либо где-то в горах, две ночи у меня были в парках в городе, вот, остальное все время это были хостелы, еще я останавливалась у друга во Вьетнаме на недельку, у друзей на Пхукете тоже на недельку, и несколько раз я останавливалась у местных, которые меня подвозили во время автостопа, вот, я видела, что хорошие люди, они предлагали помочь, и мне было интересно, как живут, вообще, чем отличается хостел, например, от обычного дома, поэтому я соглашалась, это был тоже хороший опыт, ничего такого плохого не случилось, и не было даже страшно, как-то, то есть, реально, такие гостеприимные люди вокруг попадались. И страшно было автостопом путешествовать? Поначалу было страшно, но все страхи это были в основном в голове, пока не попробуешь, нечего бояться, потому что это, ну, какие-то ситуации моделируются, но по факту, вот, когда я попробовала, мне настолько это стянуло, я поняла вообще смысл автостопа, его всю философию, что это не просто такой средств добраться с пункта А в пункт Б, а что это реальная возможность узнать людей в стране с разных сторон, потому что попадается различный контингент, там меня подвозили какие-то крутые машины, и также какие-то чуть ли не развалюшки, но везде очень добрые люди, которые даже не разговаривали на английском, все равно хотели, пытались из меня выводить информацию, как мне помочь, и меня куда-то подвезти. Поэтому в итоге я могу сказать, что автостоп не страшно, даже, например, в Китае, хотя я вот из-за этого переживала больше всего, они там вообще не разговаривают на английском, все равно все было прям идеально и очень круто, и меня прям затянул автостоп, теперь хочется покататься по России, чтобы тоже развеять какие-то мифы, того, что говорят, что в России будет не так, что у нас все сложнее, все грустнее и опаснее. Вот ты вернулась в Балаково, как тебе твой родной город? Что-то изменилось здесь за это время, пока тебя не было, может быть, пока ты была на учебе? Ну, вообще, за 7 лет многое поменялось, как-то город все равно развивается, растет, довольно-таки, ну, тут есть чем заняться, просто мне уже непривычно здесь, я сюда приезжаю больше как гости к родителям, вот, в мой дом уже, можно сказать, что в Санкт-Петербурге, вот, но мне очень понравилось, как меня здесь встретили все, вот, меня все ждали, и друзья, и знакомые, и вот я еще провела несколько классных часов в школе для детей, и всем так очень понравилось, мой рассказ о поездке, вот, в общем, никаких негативных эмоций, как, в принципе, было ожидаемо, по поводу того, что я, ну, поехала одна, в никуда, как бы не работая, не было, и вот меня это порадовало, что все-таки, как бы, приняли и были рады, что я вернулась, ну, только единственное, все теперь говорят, так, далеко больше не уезжай, пожалуйста. А как к русским относятся, ну, за рубежом, в Азии, как тебя встречали там? К русским очень хорошо относятся, вообще, несмотря ни на что, вот, реально, когда узнавали, ну, вот, мы несколько раз там путешествуем с кем-то вместе, с ребятами из разных стран, и когда спрашивают, ты откуда, ты откуда, ты откуда, все такие, а, ну, ладно, хорошо, ага, о, Россия, Россия, о, круто, расскажи, как там у вас, Путин, медведи? Ну, и вообще, в основном, ну, помимо вот этих каких-то банальностей, всегда очень хорошо, почему-то, относятся к русским с уважением, то есть не было такого, что как-то посредственно реагировали, и не было негативной реакции ни разу, то есть всегда все прям очень круто относились, и это даже какой-то плюсик, что ты с Россией, и, ну, то есть, как-то располагала сразу людей. Даже многие, кто приезжают, ну, едут путешествовать с Украины, они говорят, что они с Украины, им говорят, Украина, что это? А они такие, ну, Россия, они такие, а, ну, все, Россия, хорошо. То есть большой плюс есть, что ты русский, как бы, не скрываешь этого, говоришь сразу, и плюс, как бы, люди хотят рассказать тебе о своей стране, и очень много интересуется, что у нас происходит, потому что в новостях говорят многое, а все равно, как бы, от первого лица узнавать проще. Расскажи о материальной стороне твоей поездки, то есть, как, какую сумму ты потратила, если ты вообще потратила на нее какие-то деньги, вот, и на какую сумму рассчитывала, может быть, ты вышла за пределы планируемой? В общем, мне сложно говорить о бюджете поездки, потому что те деньги, которые я брала, закончились примерно, ну, в районе Нового года, это спустя три месяца, всего я проездила ровно шесть месяцев, поэтому, как бы, довольно-таки сложно. Я могу сказать, что я потратилась на рюкзак, например, там, в районе сорока тысяч, но это немного, потому что, в любом случае, когда кто-то едет куда-то в поездку, там, даже в отпуск, все равно ты берешь с собой чемодан, в котором ты кладешь все, что тебе нужно, это примерно та же сумма, просто у меня не было никогда ни походного рюкзака, ни палатки, то есть, ну, я потратилась изначально это все, вот, и брала я с собой в районе тысячи долларов, шестьдесят пять тысяч рублей, вот, и хватило на три месяца, можно было и меньше, можно было и как-то растянуть подольше, ну, в общем, мне, наоборот, было интересно, когда же деньги закончатся и как я буду выкручиваться дальше, вот, и потом я просто начала волонтерствовать из каких-то подработки, ну, даже не столько за деньги, а вот мне было интересно обмениваться опытом, то есть, в основном это были какие-то волонтерские движения, где я живу, меня кормят, я помогаю, и мы там много разговаривали, обсуждаем, что, кто, чем занимается, вот, так что где-то, ну, в районе 120 тысяч, наверное, я потратила всего, там, с билетом в Бангкок, но, опять же, зависит просто от твоих целей, можно ехать и с меньшим бюджетом, и, как бы, если бы у меня был опыт, то тоже можно было сразу изначально уже врываться, как бы, в какие-то обстоятельства себя в экстремальные ставить, ну, как, потому что это у меня была первая поездка за границу, хотелось немножечко сначала понять, вообще, что происходит и как я буду с кем-то даже общаться, вот. Какие у тебя мысли были в начале поездки и какие в конце? Было ли желание бросить всё и убежать, обратно вернуться домой к родителям? В начале поездки у меня было поставлено очень много целей, не только таких вот, как туристических, чтобы посмотреть какие-то места, отдохнуть, а именно больше даже на изучение себя, потому что, когда ты едешь один, я просто читала про путешественников, и они рассказывают, что есть несколько этапов, когда ты едешь один, в зависимости от длительности поездки, и, то есть, на каждом этапе ты узнаешь себя по-новому. Мне вот было интересно вообще узнать, как это мне будет одной, комфортно или не страшно, как я буду взаимодействовать с людьми. Также мне хотелось заниматься каким-то развитием, я вот начала писать статьи, вести свой, ну, там, блог в Инстаграме для друзей, вот. Не было таких моментов, когда хотелось убежать домой, были моменты, единственное, когда хотелось не то, чтобы, вот, не то, чтобы домой поехать, а какую-то перезагрузку получить, потому что очень тяжело было, первые три месяца вообще не было русского языка вокруг, то есть, я общалась только на английском, который изначально, я не знала, даже полтора месяца, у меня просто каждый день болела голова из-за этого количества информации новой, потом я уже начала со всеми общаться, а, как бы, потом уже все, русского нету, и это тяжело, потому что мысли становятся немного квадратные, ты не мыслишь широко, что ли, вот. И потом, получается, после Нового года, это уже было три с половиной месяца практически, я приехала к друзьям на Пхукет, они приехали в отпуск, им очень много разговаривали с одной моей подружкой, и как-то вот меня это, мне это помогло выдохнуть, и я смогла продолжить дальше, реально у меня появилось столько сил, что мне хотелось продолжать и продолжать. И вот еще один такой переломный момент был уже в Казахстане тоже, опять же, много русского языка вокруг, смогла рассказать о своей поездке, опять же, выдохнуть, и я уже такая думаю, о, да можно было еще на три месяца куда-нибудь поехать, вот. Но все-таки хотелось домой, хотелось вернуться к какой-то деятельности, к работе, и вот еще начать отдавать людям то, что, как бы, я получила за все это время, вот. Ты достигла всех своих целей, которые были запланированы? Ну, наверное, не всех, но у меня была такая, как сказать, максимальная идея, узнать, чем я хочу заниматься по жизни, прям на всю жизнь все понять. Я теперь знаю, что просто все в этой жизни, как сказать, непостоянно, и я знаю, насколько это непостоянно, и насколько лучше не планировать, и быть готовым просто изменять свои планы, вот, в любой момент. Так что, как бы, одна цель просто немножечко модернизировалась, поэтому, в общем, я очень довольна поездкой. Мне прям стало легче, и я выдохнула, я такая дома сижу, такая, блин, так хорошо. Хотя, конечно, не верится, что все это произошло, что реально полгода прошло, но какое-то удовлетворение внутреннее я получила. В начале ты говорила, что ты читала о путешественниках, то есть ты готовилась к этой поездке, наверное, не только морально, правильно? Да, конечно, я готовилась к этой поездке полгода, вот, где-то в прошлом феврале, по-моему, когда я как раз ехала в Балаково в поезде, мне пришла идея, что я вот хочу и поехать. Я сначала долгое время не давала себе как раз-таки читать про разные страны, потому что знала, что меня это настолько завлечет, что я не смогу до полгода жить спокойно. Я говорила себе так, давай немножечко, вот, занимайся своими делами, работай, копи деньги, физическая подготовка, я вот пробежала свой первый полумарафон, и вот такими идейными вдохновителями было несколько путешественников, это вот были ребята, у них назывался проект «Живи мечтой», да, это друзья моих друзей, они поехали в кругосветку, из-таки еще заявляли, что поехали в кругосветку на 4 года, я была в шоке тогда, я вообще ничего не знала об этом, думаю, господи, чем вы занимаетесь, это же какой-то детский лепет. Вот, кто ездит в путешествие дольше, чем на месяц, вот. Но ребята меня настолько завлекли своей идеей тем, что вот жизненный опыт, это очень важно, а в путешествии ты получаешь очень много, за очень короткий промежуток времени, вот, что потом мне стало интересно еще читать про других ребят, вот еще один такой вдохновитель, это автор книги «Вокруг света 100 дней и 100 рублей», вот парень вышел из Москвы на восток и вернулся с запада, через 100 дней обогнув нашу землю, и написал об этом книгу, тоже очень крутой чувак, и именно это было путешествие не столько, ну, вернее, это было путешествие посмотреть очень много мест нетуристических и вообще узнать, чем живут люди на нашей планете, но и в то же время это вот любое путешествие, это путешествие внутрь себя в первую очередь, потому что через призму этого опыта ты узнаешь себя, вот. И так я готовилась, да, читая какие-то отчеты, истории, просто вдохновляясь больше, чем какая-то подготовка именно информативная, то есть плана у меня не было на всю поездку. Что бы ты посоветовала, ну, может быть, нашим зрителям, которые вдохновятся твоим поступком, твоей идеей, что бы ты посоветовала им, как начать им это, как пойти к цели своей? Ну, если разговор идет о путешествиях, то сначала хотя бы просто придумать какое-то небольшое путешествие, скорее всего, то есть даже там по Саратовской области, либо вот я сейчас всем очень активно советую поехать в Алматы, потому что отсюда можно реально дешево добраться, я знаю несколько способов, и там очень красиво, и плюс это русскоязычная страна, то есть это легко для начинания. А вообще главное просто поставить цель и сделать хотя бы маленький шаг к ней, и тогда все вообще вокруг начнет складываться само как-то в такую мозаику, какой-то пазл вот реально сложится, что ты увидишь дорогу и просто будешь по ней идти, и дальше все будет само, то есть даже не нужно особых усилий прикладывать, просто главное желание. Что бы ты хотела изменить, может быть, в Балаково? Или, ну, вот ты посмотрела мир, чего здесь не хватает для полноценной жизни, можно так сказать? Дороги я бы очень не была в Саратовской области. Нет, ну это реально, правда, потому что с кем я не разговаривала, там тоже с русскими ребятами-путешественниками, говорю, что я в Саратовской области, они такие, ааа, да, мы ездили как-то раз, это было не очень приятно, вот в плане дорог, что невозможно в нашу область проехать быстро, но как бы, а если брать Балаково? Да не знаю, мне кажется, людям просто немножечко не хватает мечтать начать, вот. Потому что многие работают, только об этом и думают, о каких-то проблемах, а все намного проще в жизни, и вообще, ну это реально так, что вот мы как бы поем нашу судьбу, и им нужно просто начать это делать, хотя бы потихонечку, вот. И тогда все станет лучше. Мне кажется, так. Вот рублей.